здравствуйте уважаемые любители футбола ну и уважаемые подписчики око ну и кроме того люди которые болеют за локомотив за урал или просто внимательно наблюдают за происходящим в нашем чемпионате око вместе с вами продолжает следить за тем что происходит со многими нашими клубами незадолго до начала до возобновления официального сезона и мы с вами сегодня посмотрим очередной товарищеский матч и прикинем силы двух команд из российской премьер-лиги локомотив и урал встречаются в дубае зеленое поле довольно приятная погода потому что подсказывает google что в дубае в настоящий момент 23 градуса хотя в к середине наступающей недели ожидается погода более жаркая до 32 но это будет позже а пока уже получается по местному времени половина шестого то есть немножечко осталось до полноценного вечера не очень жарко ну и мы с вами сегодня увидим что команды друг другу предложат как вы понимаете вот в такой белой форме зелеными до полосками это урал из екатеринбурга и московский локомотив в соперниках поскольку ну как-то глупо делать вид что это не интересует многих людей сообщаю что артем дзюба и игорь смольников сегодня стартовом составе локомотива я не думаю что на весь матч может быть например их поменяют скажем в перерыве но в любом случае сейчас оба футболиста которые совсем недавно подписали контракт с локомотивом оба футболиста выходят с первых минут давайте тогда о составах играющих команд пожалуй и начнем с локомотива илья лантратов под двадцать вторым номером в воротах у локомотива полевые игроки 25 франсуа камано 15 максим глушенков 71 на рте князян 6 дмитрий баринов он капитан команды 20 иван кузьмичев под одиннадцатым номером антон миранчук 7 артем дзюба 8 игорь смольников и под тридцатым номером херман конте еще кстати один новичок команды аргентинский защитник михаил галактионов главный тренер локомотива урал илья баклов в воротах под 77 номером а полевые футболисты эмерсон 4 александр юшин под седьмым номером лазар оранжелович девятый эрик бекфалви номер 10 денис кулаков капитан команды 15 номер даниэл мишкич номер 19 мингиян бивеев 22 игор филипенко 24 фаниль сунгатулин 75 и евгений татаринов под 99 номером вот таких футболистов с первых минут на поле выпускает виктор гончаренко честно говоря очень любопытно понаблюдать сегодня и за теми и за другими но я думаю что многие если вы болельщик урала то вы конечно в курсе того что происходило в товарищеской встречи недавний что февраля не играли урала с зенитом из санкт-петербурга ну и мы показывали предыдущий матч локомотива честно говоря мне даже довелось совсем недавно комментировать матч локомотива с урарту с армянским клубом где локомотив несмотря на то что выиграл но понятно было что качество футбола должно быть выше ну и напоминаем что 22 февраля первый официальный матч в этом календарном году локомотив спартак приобретайте на сайте локомотива приобретайте билеты на матч текнезиан текнезиан выполняет передачу в центр ну что получается что у нас сегодня такая ситуация в защите локомотива текнезиан и смольников а в центре обороны кузьмичев и конте как раз под 30 номером аргентинец в середине баринов щетинин миранчук и команок лошенков дзюба тройка атакующих футболистов баринов разумеется за возможностями урала тоже следят многие но есть тому причины есть вполне себе по меркам нашего чемпионата несмотря на то что футболист очень опытный можно его и назвать ну наверное чего там какие-то громкие употреблять но эрик бекфалви безусловно один из самых ярких полузащитников в нашем чемпионате ну и кроме того виктор гончаренко уже не назовешь его прям молодым тренером у человека есть вот игры в лиге чемпионов но вместе с тем это безусловно тренер который уже многого добился и явно способен еще к дальнейшему прогрессу так что есть всегда на что посмотреть есть о чем подумать и есть на чем поразмыслить наблюдая за его работой но тем самым два в общем тренера молодых это виктор гончаренко и михаил галактионов хотя еще раз скажу что безусловно опыта значительно больше клубной работы у виктора гончаренко ассайта мы слышим подсказывают честно говоря я сейчас выясню к перерыву это кто именно судит этот матч потому что у меня в протоколе не обозначена но у арбитра на форме был знак сербского футбольного союза то есть арбитры команда отправляется на левый фланг эти козин пробует пробиться сразу же на ходу не получается выходит команда из екатеринбурга в контратаку бивеев немножечко мяч подержал и в конце концов мишки чу отдал еще дальше на фланг урал мяч не потерял пусть быстрой атаки у команды и не получилось любопытно будет конечно понаблюдать и затем какие скорости нам те и другие предложат эмерсон можно было отдать на сумгатулина нет сделал выдержал некоторую паузу и потом все-таки последовал мяч на право локомотив прессинг включил баринов миранчук дзюба тут прямо жестко пошел сумгатуллин на антона миранчука нет не было какого-то прям не было грубости но резкие резкое движение и нарушение правил конте тоже кстати безусловно фигура на которую посмотреть будет интересно я имею ввиду хермана конте сам он воспитанник колона из санта-фе если вы наблюдаете за тем что происходит в аргентинском чемпионате вообще в аргентинском клубном футболе аука предлагает такую возможность у нас и программа выходит аргентина лока то наверняка запомнили то безумие которое творилось полтора года назад когда колон впервые своей истории выиграл титул но правда конте совсем не совсем но молодым футболистом уехал из колона и продолжил свою карьеру в европе он был в бенфике потом съездил в мексику в аренду потом поиграл в бразилии включая большой клуб по бразильским меркам из минейро ну и бои и америка минейро ну и потом вот московский локомотив мишки очень длинная передача и передача которая не заканчивается точным опасным штрафной а заканчивается перехватом и контратакой локомотива миранчук смещается и сразу же быстрое здесь продвижение теглушенков был на правом фланге смольников контракты с дзюбой смольниковом рассчитаны до конца сезона миранчук смольников быструю передачу вперед делает смольников щетинин именно он сейчас был с мячом и эмерсон упирается в него дзюба после чего делает скидку делает передачу в касании на смещавшегося уже к воротам глушенкова мяч не доходит немного до футболиста локомотива эмерсон выбивает на угловой но вот и сейчас посмотрим как локомотив будет демонстрировать нам свои умения на стандартах внимание ребят хорошо хорошо выше чуть выше чуть выше внимание внимание пробить нет так никто пробитие не сумел смольников еще одна передача в штрафную площадку на этот раз без особенных сложностей эмерсон эмерсон удерживает мяч урал нарушение правил выбил мяч вперед Илья Баклов и пошел в резкий какой отбор щетинин вообще довольно жестко стартовали и те и другие сейчас щетинин уже на своей половине поля в отборе ну и вот пришло время атаковать правым флангом Уралу это был Лазар Анжелович быстрая подача Дениса Кулакова разыграно хорошо и удар по воротам мало того это был удар в створ ворот и далее устремился моментально на мяч Даниэль Мишкич который пытался вторым ударом в дальний угол ворот Лантратова прямо ну опасный момент хороший это Бигфалви конечно Лантратов удар парировал и Смольников именно он прыгнул в подкат и именно касание Смольникова позволило сейчас Уралу добиться углового ну вернее касание Смольникова позволило удар прежде всего заблокировать а далее уже угловой подача выбили мяч футболиста локомотива Амиранчук Дзюба мяч скинул аккуратно но быстрого продолжения не получилось и передачи у Миранчука который в центре поля пока чаще всех оказывается с мячом тоже не получилось Лантратов ну вот пожалуйста мы увидели как позиционно локомотив атакует увидели как локомотив разыгрывает мяч и увидели как самый опасный момент в результате получился у ворот локомотива но это пока всего лишь за первые 11 минут Баринов Бигфалвей нарушил правила зацепил в общем вполне вполне прям настроены решительно Смольников в атаку подключается этот мяч ему сейчас не достался там был те князян а здесь было нарушение правил еще раз нам повторили это было очень мило но к счастью ничего не случилось пока Сунгатуллин подле собственной штрафной и снова прессингует локомотив делает это Камано Вернули себе мяч Лантратов Эмерсон выдвинулся вслед за Дзюбой Александр Юшин в борьбе со Смольниковым корпус поставил Эмерсон Ну и вот уже кроме того 13 минут очень хорошо слышно подсказки футболистов и всего одна нецензурная была за это время Интересно кстати вот подсказ Мишка это Мишкичу потому что вроде Михаилов нет на поле ну это так лирическое отступление еще раз и за ворот выходит Лантратов в легком таком противостоянии противоборстве в воздухе чуть-чуть потерял равновесие но тем не менее сохранил мяч Эмерсон и по-прежнему все очень живо подолгу мяч не перекатывают хотя разыгрывают да Сунгатуллин Комано Кузьмичев вернул мяч Лантратову и снова он с мячом но уже насел на его зону Евгений Татаринов этот прессинг не привел к тому что Урал отобрал мяч Комано но ну тут чего только не произошло два единоборства и нарушение правил против Бигфалви в течение десяти секунд Баринов прыгал за мячом и видимо рукой размахивал ну во всяком случае пробегавшую мимо Бигфалви немного досталось Смольников вы наверное знаете что Смольников в свое время был в академии локомотива потом уходил в торпедо снова вернулся в локомотив и вот еще раз вернулся в локомотив но уже не когда он молодой перспективный когда он в общем футболист очень очень опытный как долго он будет за локомотив вступать мы посмотрим но сегодня он в стартовом составе хотя я видел там дискуссии на тему того выйдут ли новички переход такой двойной явно медийный выйдут ли они с первых минут на поле ну вышли Комано потеря у него мяч отобрали но Франсуа Комано снова оказался с мячом быстро сыграл на Дзюбу Бигфалви Бигфалви на Татаринова на правый фланг здесь же оказывается Кузьмичев Тихий право Тихий лево нельзя молодцы быстро Тихий быстро Девять бери Уралу мяч достанется Ваня быстрее падай Тихий выше Смол право Один Выше и еще одна передача в штрафную через два рикошета Кузьмичев Эмерсон вновь оказался рядом с Дзюбой чуть-чуть потолкались и арбитр игру приостановил шестнадцатая минута встреча Локомотив и Урал в Дубае проводят товарищескую встречу забиток мячей пока нет на поле тренировочного ух пожалуйста еще какой удар хороший и снова Бигфалви на поле тренировочного центра Дубай Джабаль Али но опасные моменты есть и Урала уже дважды завершал усилия всей команды интересными ударами Эрик Бигфалви сейчас внешней стороной стопы в ближний от себя угол и немного не точно Лантратов Пошли пошли Тоже была расстановка 4-3-3, но изменения были. Тогда играл Митай, играл Макеев, Нинахов. То есть фактически вся оборона была другой, с заключением Кузьмичева. Куликов, Марадишвили и Пеняев с первых минут вышли. В то время как, например, Конти, он тоже играл, но вышел на замену. То же самое касается Щетинина, Глушенкова и Текнезиана. Влево есть, влево есть, Бевеев. Бевеев играет на Мишкича. Рядом с Бевеевым оказался Миранчук Мишкич. Диагонант в район должен быть Татаринов здесь. Нет, сейчас это был вовсе не Татаринов, это был Ранжелович. А Татаринов вот уже в штрафной площадке. Комано. Борьба. Продолжается, продолжается. И снова Ранжелович. Навесная передача, удар в упор. И разыграно было очень спокойно. Никто не мешал Эрику Бекфалве на линии воротарской выловить эту верховую передачу. Ну и погасить как свечку туда в сетку. В результате 1-0 в пользу Урала. И учитывая тот факт, что к 19-й минуте Бекфалве трижды уже наносил довольно опасные удары по воротам Локомотива, нет ничего удивительного, что третий такой момент завершился забитым мячом. 1-0. Ну вот у Локомотива была игра с Жахором, с чемпионом Малайзии 0-1. Потом игра с Урарту 1-0, но там был автогол. Ну и сейчас посмотрим еще. Время-то еще полно, тем более, что замен будет большое количество. Локомотив довольно бодро начал. Но потом стали обрываться все атаки Локомотива. Тикнезян. Не все, но больше их части. И перехваты, потери стали заканчиваться атаками Урала. Сунгатуллин. Тикнезян. Имя Мазон и Каману сейчас мяч в результате последовал. 20 минут сыграно. На мой взгляд, по сравнению с предыдущими матчами товарищескими, которые как раз тоже были, в том числе и на этом поле, смотрятся неплохо. Живость есть, стремление есть, жесткость есть. Ну, ошибки, куда без них. Нарушение правил. Сунгатуллин сфалил. Ну, тоже, по сути, он же уже играл в этом сезоне за Урал. Но в каком-то смысле... Футболист, который сравнительно недавно за Урал выступает. И, кстати говоря, он подписал вот только что долгосрочный контракт. Он был арендован. Но сейчас уже права на этого футболиста выкуплены у Спартака. Вот только-только об этом на сайте была информация. И снова далеко вперед. До Бигфалви на этот раз в мяч не дойдет. Вот, кстати говоря, и Конти. Камано оказывается на правом фланге, где уже борется с Эмерсоном и сохраняет мяч для локомотива. Счетинин. Отличная передача. Глушенков. Шел вперед Миранчук. Завершить не получилось. Помешал защитник. Миранчук показывал, что была игра рукой. Арбитра не впечатлила. Ранжелович и оказавшийся здесь же Кулаков на правом фланге. Выйти быстро из обороны не получилось. Локомотив в прессинг вступил. Конти. Нарушение правил. Решайте сами. Это Кулаков под мяч подставился. Рука не увеличивала в данном случае площадь тела. Следовательно, я думаю, что... Ну, вар тут просматривать не будут. Но я думаю, что, в принципе, арбитр принял правильное решение. Ну, а даже если неправильное... Все товарищеские матчи, безусловно, интереснее с точки зрения качества футбола. Ну, и интересно же... Всем интересно попробовать вообразить себя большим экспертом-аналитиком и представить, как команды будут играть уже совсем скоро, когда сезон возобновится. Штрафной. А это, по всей видимости, да, забитый мяч. Ранжелович. Время у него было. Он успел сделать три касания. А нет, это вовсе не забитый мяч. Но, в любом случае, та атака тоже шла через усилия Ранжеловича на правом фланге. Успел сделать три касания и выполнил подачу штрафную. На этот раз одинокий Бигфалви там не стоял на линии воротарской. И защитники Локомотива справились. Баринов. Включение Конти из глубины поля. Дерзкая диагональная передача на Тикнезяна. Чуть-чуть не хватило Тикнезяна. Еще раз напоминаем вам, что все контрольные матчи Локомотива. Можно смотреть сервиселка. Нужно смотреть сервиселка. Кулаков. В свою очередь, если сравнивать состав Урала сегодняшний с тем, который здесь же в Дубае 6 февраля сыграл в ничью с «Зенитом». В замену на позиции галкипера. Кроме того, был в стартовом составе Егорычев. И был в стартовом составе Каштанов. Два изменения. Лушенков. Сунгатулин в борьбу вступил. Бигфалви оказывается рядом с Бариновым. Конти. Очень как-то размашисто отдавал Щетинин на Глушенкова. Мяч ушел за боковую линию. Сейчас Локомотив с мячом больше. Наверное, такое естественное в течение событий. Ну, кстати, в прошлом матче Локомотив, несмотря на то, что автогол был уже после перерыва, но тем не менее, именно во втором тайме осталось немножко все-таки унылое впечатление от игры Лока. Бивеев идет вперед на левом фланге. Здесь же оказывается Татаринов и здесь же оказывается Бигфалви. Татаринов. Попробовал включить либо Мишкича, либо того же Бивеева. А в итоге атаку завершил Конти. Лан Тратов. Большое количество футболистов в запасе, разумеется. Замен тоже будет много. У Урала даже есть под 93-м номером человек, который просто числится как игрок на просмотр. Баринов. Смольников. На правый фланг, где как раз Баринов оказывается. Конти. Как выходит от прессинга Бигфалви мы увидели. Тикнизян. И дальше пошел, делает забегание. Дзюба здесь оказался. Бигфалви. Сунгатулин. Фаниль делает передачу еще левее. Сейчас не торопливо. Отправляются на чужую половину поля футболисты Урала. Кузьмичев. Ранжелович. Нарушение правил. Эрика Бигфалви сбили. Бигфалви. Опять его руками схватили. Причем два раза подряд правила против него нарушал Щетинин. Щетинин. Угу. Сунгатулин. Эмерсон. Сунгатулин садится еще глубже назад на позицию центрального защитника. И Урал теряет мяч. Миранчук перехватывает Баринов. Я прошу прощения, это был не Баринов, это был Глушенков. Но Баринов в любом случае рядом. Да дзюб мяч не дошел. Сунгатулин. 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 Близко, близко, в дворе. Навесная передача Ранжелович. Нет, выгребал уже мяч из-за боковой линии. После навесной передачи Кулакова. Воздушная передача. 30 минут сыграно. Щетинин. Я думаю, что это должен был быть Смольников только что с мячом. Эмерсон. Гони, гони, гони. Ранжелович. К боковой линии Ранжелович туда, где находился Бивеев. И определяет орбитр, что было нарушение правил. В отборе четко сработал локомотив. Длинный пас вперед не получился. Филипенко. Бивеев. Немножко запутались футболисты Урала. Не ушел мяч за боковую линию-то? Ну, значит, нет. Помогай. Помогай, бэк. Технезян. Выбросил вперед. Урал среагировал. Мяч ушел от футболиста Урала. И локомотив продвинулись метров на 15-20 вперед. Миранчук на фланг сыграл. Вот прям очень хорошо на Баринова. Есть свободное пространство. Баринов налево над Зюбу. Здесь же Технезян. И тот же самый Баринов. Зюба. Натя Князиана. С правой ноги сразу не пробил. Подложил под левую. Дальше среагировал Урал в обороне. А вот за кем останется подбор? За локомотивом останется подбор. Благодаря Технезяну как раз. Смольников. Глушенков. Конти Кузьмичев. Технезян. И я так понимаю, что оказался, наверное, Технезян после передачи Дзюба в положении вне игры. Остались. Остались. Каман. Слышь. Тридцать третья минута товарищеского матча «Локомотив Урал» в Дубае. Ока показывает подготовительные матчи наших клубов. Те самые, в которых уже оформляются вполне заметные контуры игры в сезоне. В сезоне, который возобновится вот-вот. Ранжелович. Технезян. Технезян. Миранчук. Двойное нарушение правил и «Локомотиву» останется мяч. Я уже дважды упомянул кубковые матчи. Ну, именно «Спартак» в кубке ждет «Локомотив» в первом официальном матче этого календарного года. Ну, а 4 марта в чемпионате встреча с футболистом «Ростов». А вот «Уралу» как раз с футбольным клубом «Ростов» предстоит играть в кубке. А 4-го числа чемпионате со «Спартаком» в Москве. Потом «Торпеда». Сунгатуллин. Эмерсон пересекает центральную линию. Эмерсон. Технезян. Хорош, Тихий. Хорошее смещение с правого фланга. Быстрая «Кулакова» и отреагировал. Такой отчаянный и очень стремительный рывок назад у Технезяна. Мало того, еще и мяч достанется «Локомотиву». Капитан «Уралу» с мячом был на правом фланге. А сейчас «Бигфалви» в 125-й раз вступил в борьбу с «Бариновым». У них интересы постоянно пересекаются на поле. И на этот раз правило нарушил «Бигфалви». Каманао. Прямо в Бивееву мяч отправился. Бивеев. Продрался буквально. Мишкич был. Сунгатулин. Ранжалович. «Кулаков». Без особого обострения, но тем не менее. Слева попробовали вперед пробиться. Нет, не получилось. Потом испытали правый фланг. Любопытно, какие изменения последуют в составах. Они, конечно, последуют после перерыва. И как игра изменится. В целом, в первом тайме, ну так, по нацеленней, поуверенней и по опасный Урал. Эмерсон. Сунгатулин. Передачу делает на Филипенко. Филипенко. Три в четыре оказываются сейчас футболисты Урала против защитников Локомотива. И дело в итоге перерастает в угловой. Юшина остановили. Я думаю, что вы слышали сожаление по поводу того, сколько касаний в центре делают. По всей видимости, это со стороны Локомотива. Сожаление по поводу того, что так много позволяют мячом работать игрокам Урал. Но это если литература. Подача. Миранчук. Выбивает мяч вперед. И здесь же оказывается Бивеев. Бивеев на левый фланг. Ранжелович. Передача Ранжеловича не проходит. Бивеев, Мишкич. Или можно чуть-чуть назад? Нет, чуть-чуть назад на Сунгатурина. Сунгатулин. Щетинин. С мячом Щетинин на Баринова. Ну, я так понимаю, что уже Урал назад успел вернуться. Ну, сейчас увидим розыгрыш в позиционной атаке, значит. Кузьмичев. Баринов. Конти. Кузьмичев. Вот так пытается прессинговать Урал. Это Евгений Татаринов был с мячом. Конти. Эмерсон. Ну, вот отбор сработал. До Дюба мяч не дошел. И когда Камано вступил в коллективный отбор, было уже тоже поздно. Бигфалви. Рукой немножечко, значит, подработал. Баринов. Баринов делает передачу направо. Смольников. Кузьмичев. Камано. В центре поля с Миранчуком назад. Через центральных защитников Баринов. И опять мяч до него не доходит. Мало того, не удалось здесь и Бигфалви быстрое решение принять. Текнезян. Навесная передача. Если бы еще получилось пробить поворотом. Цунгатулин. Текнезян. Делает передачу на Эмерсона. Прессингует. Прессингует локомотив. Слышали сейчас подсказку в адрес Кулакова, что нельзя смещаться к своим воротам к центру поля. Поэтому через фланг, через боковую линию, через аут. Локомотиву достался мяч, но без шокирующих каких-то ошибок возле собственных ворот. Конти. Не точная передача. Мишкич. Бивеев. Ранжелович. Навешивать будет? Навешивать будет. Но, правда, Текнезян все прочитал. А вот здесь потеря. Бигфалви. И удар по воротам. Евгения Татаринова все видел. Илья Лантратов. Поэтому и мяч забрал. Хотя это был удар в створ. Танготулин. Отработал. И в подкате проехал. И мяч забрал. И молодец. Дзюба. Успеет назад здесь вернуться. Это Бивеев. Эмерсон. О, собственно, штрафной. Финты. Классно. Все, все. Ничего, ничего, ничего. Нормально, нормально. Страшного ничего не произошло. Хотя, безусловно, было слегка неприятно. Давай, давай, расставляй. Внимание, ребят. Подача. А вот здесь можно пробить. Падение. Но, видимо, посчитал, что оно несколько картинное. Теперь попробует Локомотив остановить быструю атаку Урала. Ранжелович на левый фланг. Удар по воротам. Рикошет. Ранжелович. Пробил Ранжелович еще раз. А можно было отдать направо на Косякова. А так в результате досталось и очень-очень сильно. Да, и очень болезненно. Давайте мы еще раз посмотрим. Да, это больно, правда. Смольников как раз удары блокировал. Две минуты до окончания основного времени. Первого тайма. Урал выигрывает у Локомотива. В контрольной встрече единственный мяч забыл Эрик Бекфалфи. Напоминаем вам, что все контрольные матчи Локомотива можно увидеть в сервисе ОКО. Нужна просто регистрация. Смотрим еще раз. Удар и Миранчук мяч вынес. На это заключительная фаза атаки можно было еще правее сыграть на Кулакова. Все время правый фланг перегружают. Болиста Урала. Там оказывается Кулаков. Там оказывается Ранжелович. Там оказывается Татаринов. Большая часть остроты, которая была продемонстрирована футболистами Урала, она все-таки пришла справа. Баринов, Дзюба. Миранчук. Мягкая передача на Барина. Вот это хорошо. Смольников. И еще раз Смольников. Щетинин. Миранчук. Подача. Падение. Еще одно падение в штрафной площадке. И претендовали на фолл в исполнении Бивеева игроки Локомотива. И это опять Игорь Смольников. На этом повторе показалось, что просто оступился, поскользнулся Смольников. В любом случае два подряд таких не самых приятных эпизода. И свисток раздается. Свисток, который означает, что после первого тайма в матче Локомотива и Урала нет забитых мячей. Нет... Как нет забитых мячей? Я прошу прощения. Что после первого тайма в концовке не было забитых мячей. А Эрик Бекфалви человек, который открыл счет в середине первого тайма. Локомотив пока Уралу уступает. В игре вот, кстати, этот мяч, когда Бекфалви оставили совершенно одного на линии воротарской. В целом таких моментов перспективных. У Урала 3-4 было. Были интересные атаки и у Локомотива. Но, пожалуй, самое такое явное, что можно вспомнить. Мы помним, как хорошо отыграл на линии собственных ворот. Ну, на линии воротарской рядом с собственными воротами Сумгатулин, который до конца доборолся и выбил мяч. И пару раз наносили удары, уже добивая где-то там с метров 12-13 футболиста Локомотива и игроки Урала эти удары блокировали. Безусловно, мы вправе ожидать, что и после перерыва игра останется, по крайней мере, такой же энергичной. Потому что темп, на самом деле, неплохой. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас немножко отдохнем. Перерыв. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюх, 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 отдай мне мяч, пожалуйста, спасибо. Вчера ухажнее сделать. Покати туда, где бы он остановился, откуда я подал. Вот ты мне так же там подал, я одним мячом... Покати туда, где бы он остановился. Покати туда, где бы он остановился. Покати туда, где бы он остановился. Покати туда, где бы он остановился вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 На Мардешвиле передача. И удар поворотом в дальний угол. Не точно. Ну, пока здесь скорее следует, наверное, говорить о том, что более вялая игра точно не стала. Разыграно. Пеняев не стал сходу бить. Убрал мяч под левую ногу. Здесь оказался рядом Быковский. Ну, так давить никто особо сейчас прессингом не стал. Железнов. Передача в центр под Березкин. Ну, как разыграно было достаточно интересно. Потом Пеняев сыграл тоже хорошо. Мардешвиле. Хорошо в подстраховке. Быковский назад возвращается. На левый фланг. Быковский. И дальше пошел, пошел, пошел. Вперед. Активно бороться с Живоглядовым на фланге. И нарушил правила. Дай живому, Мага. Ты отхочи. Дай живой делай. Дай сюда. Иди сюда, пошел. Мага. Мага. Иди сюда. Макеев. И три человека в составе Урала остаются впереди. Возле чужих ворот. И, кстати говоря, в отборе сейчас Урал действует неплохо. Но, правда, и локомотив тоже не выключается. Пошел на защитника Игнатьев. Нет, не получилось. Макеев. Ускусство выхода из-под прессинга. И с той, и с другой стороны. Макеев. Боролся, даже толкался с ним Каштанов. Мордишвили. Куликов. Макеев. Центральный защитник локомотива пошел вперед. Можно на Мордишвили. А можно на Пеняева. Пеняев. Но уже на него двигались футболисты Урала, поэтому попробовал в касание бросить на правый фланг на Живоглядова. Мордишвили. Мордишвили. Прямо Мага. Шаг, шаг, Погос. Погоснов. Слышали вы, наверное, тоже подсказки в адрес этого футболиста. Но неинтересно, как Урал будет в середине поля действовать во втором тайме, потому что, на мой взгляд, одним из самых активных и заметных игроков. Я сейчас даже не про Бигфалви говорю, а про Сунгатулина, который постоянно перемещался, очень много боролся и был исключительно полезен. Пеняев пошел немножко попрессинговать голкипера. Передача вперед на Каштанова. Скидка и по левому флангу Железнов. Бить будет, наверное, в ближний угол удар последовал. И Худяков сейчас до мяча дотянулся и удар этот вытянул. Да, опять без мяча. Были парни. Удар в ближний угол неплохой, но и видел момент удара голкипер, и поэтому до мяча дотянулся. Макс, Герой, кстати, без девятый, Макс. Давай внимательно, рак подбор, твоя ответственность, рак. Вперед, дальше. Поглас, поглас, поглас. Прикротяйся вперед. Да, удар, хорошо, двигайся впереди. Уголой. Подача на ближний угол. Защитники локомотива реагируют. Ну, как защитники. Одним из тех, кто оборонялся сейчас, был Игнатик. Давай, давай, давай. Внимайся. Эй, руки, руки. Давай внимательно. Так. Руки и ноги. Подача на этот раз немножко другая, но получается очень интересно. И действительно опасно. Рай, стоп, рай, стоп. Поглас, ноги. Разыгрывай. Лево, лево, лево. Лево. Своей, посвоей. Поглас, ноги. Мяч отправляет на фланг. Мака, мака, мака. На лево. Нинахов. Нет, назад через штрафную. Макеев. Макеев. И под 20-м номером еще в лут вышел на поле у Урала. Ну, вроде как всех перечислил. Макеев. Давай, 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 давай. Железнов. Быковский. С мячом Быковский. Вот и Виктор Гочаренко тоже попал в кадр. Рак, лево, рак. Макеев. Ближе, 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 ближе. А вот на самом деле не всех. Метай. Под 12-м номером у Локомотива. Вот теперь всех. Мородишвили. Лицом, лицом, лицом. Ну, здесь как раз тот случай, когда, я думаю, что оформляя протокол итоговый этого матча, ну, скажем так, обозрение, я анализирую состав, нужно прям два состава давать. В первом тайме и во втором. Метай. Влюбка, внимательно. Пеняй, Макс, пеняй. Пеняй, есть. Стой, стой. Метай. На левый фланг. Локомотив с мячом. Все, левую, держи. Держи левую. Живоглядов в атаку подключается. Пеняев. Рядом Мородишвили. Нет, он делает навесную передачу. И удар по воротам. Мало того, может быть, еще один удар получится. Нет, он не получился. Среагировали защитники. Вообще не получился. Но Локомотив сумел себе мяч вернуть. Пеняев. Все, спокойно, бычок, спокойно, бычок. За боковую линию. 15 минут сыграно после перерыва. Пожалуй, Локомотив стал, ну не то чтобы поактивнее, но стал побольше с мячом находиться на чужой половине поля и побольше находить свободных зон. Но говорить там о какой-то остроте пока, наверное, рано. Березкин. Быстрее, быстрее, организор. Кружина там, в армии, в луан. Шагай, шагай, ребят. Шагай выше, выше. Макеев. И еще дальше на левый фланг. Макеев. Живоглядов. Мородишвили. Передачи не получается, но себе сразу же возвращает мяч Локомотив. Мородишвили. Мородишвили. И очень спокойно, опять очень спокойно атаку Локомотива прерывают футболисты Урала. Метай сейчас оказался на правом фланге, но прессинговать не стал. Раков. Мородишвили. Егорыщев. Ну, такой предпринял длительный проход вдоль боковой линии. Мородишвили. Удар-то будет или нет? Удар заблокировали. Живоглядов. Ну, это не было длинной передачей. Это просто мяч с размаху отправили вперед. Березкин. 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 Нарушение правил. Локомотив. Нет, локомотив определенно поактивнее на контратаках. Ну, не то чтобы ловит периодически Урал, но так отвечает и что-то любопытное находит. Я не думаю, что по итогам 45 минут игры, а их было как раз там ровно 45. Конечно, мы понимаем, что в связи с переходом Зюба и Смольникова обсудят и наверняка какие-то выводы сделают, но это прям совсем еще сыро и совсем еще рано. Длинная передача. Длинная передача. Старк корпус, старк корпус. Макеев. Митай поборолся в центре, однако борьбу в воздухе эту проиграл, но я так понимаю, что проиграл не без помощи соперника. Нарушение правил. Марлишвили. Живоглядов. Хорошее включение справа. Митай есть рядом. Нет, он навешивает. И возникает острый эпизод. Защитники бросаются под мяч. Еще один удар и мяч в сетке. Это очень красивый гол. Аккуратно в дальний угол под штангу. Футболисты Локомотива не в первый раз уже после перерыва оказались в чужой штрафной площадке и все-таки ухитрились нанести удар. И вот этот удар оказался успешным. Это не Нахов. Да, именно он. У него было время. И он прицельно пробил в дальний угол, сравнивая счет. Вот так вот. 1-1 за 25 минут до окончания второго тайма. Мы вам напоминаем, что матч Локомотив-Спартак 22 февраля. И на сайте Локомотива можно купить билеты на эту встречу. Азо заодно мы вам напоминаем, каким образом Нинахов сравнял счет. Живоглядов. Живоглядов. Забег Алексея Каштанова. Мага, мага. Мага. Я с тобой. Я с тобой. Кудяков. Интересно, что дальше будет с точки зрения уровня. Здоровая агрессивность в этом матче. Потому что, в принципе, с первых минут движение было значительным. Боролись тоже так довольно жестко. Ну и в целом темп не падал. Были ошибки, да. Это правда. Но в целом достаточно бодренько. Куликов. Макеев. Метай. Марадешвили. Борется у самой линии ворот. У самой лицевой. Сауто, быстрее, ребят. Сауто, сауто. Дружина, там, внимай. Тема у вас, все в пигула. Адюк, далеко за спиной. Включай. Живец, умница. Бори, бори, бори. Марадешвили. Показал, что здесь, да, так и есть. Было нарушение правил. Раков врезался со спины Вячеслава Подберезкина, который сейчас с капитанской повязкой в Урале. И аккуратно у нас середина второго тайма. Дружина на Быковского. Быковский. Ничего себе проход. Посмотрите, какой железного. Уже в штрафной. Прямо прокатил вдоль ворот. Как он легко и резким каким-то движением, взрывным таким финтом. Ну и в результате обыграл Живоглядова. Заблокировали. На этот раз подача не получилась. Угловой. Так, лут. Давай-давай-давай-давай. Оу! Встань перед ним просто. Встань перед ним, ты все, что за ним играешь. Заней к микрофонам приближаются. Очень интересно послушно рассмотреть. Что именно подсказывают другого футболиста? Это сейчас была не шутка, если что. Правда, интересно. Стой, стой, не нахуй. Кач, кач, кач. Сейчас он наденет. Сейчас он будет наденет. Небольшая пауза. Будут с нами береги. Сколько сыграли, не знаете? Знаем, сколько сыграли. Что здесь 70-я минута матча. Осталось с учетом добавленного. Я не думаю, что добавлено будет очень много. Около 20 минут. Так что вполне можно. Мы надеемся, что скорости будут все теми же. Что борьбы будет много. Ну и, кстати, вот такие проходы, как только что Железнов выдал, тоже смотрелось очень-очень неплохо. Ненахов мяч выбросил из-за боковой линии. Мардешвили. Снова через левый фланг. Мардешвили успевает первым к мячу. Одну линию, одну линию стали. Подберезкин. Проходит эта передача. Можно отсюда пробить. И следует. Плотный и очень хороший удар. Это Райф Лут как раз пробил. Ну, в лут. Давайте я буду называть его так, как он на сайте Урала обозначен. Хороший удар под перекладину. Видел момент удара Худяков и до мяча дотянулся. Угловой. 79, алло, я 79. Это тот, кто Алексея Каштанова держит. Подача. Замена голкипер Алексеев на поле выходит. Боковский. В лут поборолся. Да нет, дальше через правый фланг. Метай. Какая хорошая атака. Пеняев удар по воротам. И мяч в сетке. Первым успевает с левой ноги пробить. И таким образом выводит локомотив вперед. После перерыва на 74-й минуте. Давайте мы еще раз посмотрим, как эта атака развивалась. Быстрая передача, разрезающая. И удар с левой ноги. Подберезкин. Подберезкин. Передача на Живоглядова. С правого фланга навесная передача. Спокойный мяч сбрасывают в руки Алексееву. Подберезкин. Макеев. Еще раз смотрим. Быструю передачу на Пеняева. И его удар с левой ноги. Не успевал Егорычев. И предотвратить здесь эту голевую атаку не сумел. Дави его, дави, дави. Не надо ничего сделать. Удар. Ну, отвечает, кстати говоря, неплохо. Опять флут пробил. Отвечает вместе с тем. Да, локомотив стал поинтереснее после перерыва. Ну, не то чтобы глобальный, но все-таки поинтереснее. А в итоге два мяча команда сумела забить. Но при этом ведь и Урал несколько раз уже достаточно интересно атаковал. Еще раз смотрим. И смотрим, как Пеняев пробил мимо вышедшего ему навстречу Никиты Алексеева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Борьба в прессинге. Метай. Игнатьев возвращается назад. Нет, не стал здесь рисковать живоглядов. Он понимал, что за спиной уже футболист Урала. Поэтому и мяч выбил, предпочел просто на угловой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подберезкин Мородишвили Живоглядов Живоглядов Мяч контролирует на Макеева. Несмотря на то, что сразу Алексей Каштанов пытается прессинговать. Какой подкат! Живоглядов И снова был против Живоглядова Железнов Сейчас Митай сместился ближе к левому флангу, а Раков оказался на позиции правого центрального полузащитника. Передача Пеняева хорошая Угловой За 10 минут до конца основного времени Есть еще время поиграть Есть еще время атаку провести Есть еще время забить Подача Пеняев Есть навес Есть удар по воротам Это Игнатьев, но удар очень не точный По сути он просто допрыгнул до мяча Егор Мосин Под 42 номером сейчас Справа у Урала Зато удобно Такое количество замен в перерыве, что их по сути нет потом Практически Каштанов Один Здесь контратака не получается Урала сейчас будет Урал Понятно что атаковать будет Еще больше Макеев И снова здесь Алексей Каштанов У Каштанова 4 передачи и 5 голов в этом сезоне в 16 матчах При том что он не каждый матч полностью еще провел Там были и замены и выходы на замену Даже получается больше него три мяча забил Ранжелович Три мяча Бигфалли Три мяча Бигфалли Три мяча Бигфалли Еще три мяча Козинский Мородишвили Ну и безусловно Ну вообще интересно будет За Уралом понаблюдать Я уже говорил о том что в принципе За работой Кончеренко всегда наблюдать любопытно Ну и к Локомотиву Внимание Серьезно как именно команда Будет дальше развиваться Марк Мампаси вы наверное знаете Защитник ушел в Анталия Спор На правах аренды Это из последних новостей Ну и вроде как уже Тренируется Пока понятно по индивидуальной программе Рифат Джамаледдинов Тоже из последних новостей Мородишвили 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 делает передачу Он направо на Пеняева Пеняев Пеняев Навешивает Никого в этот момент На левом дальнем От Пеняева фланги не было Мородишвили Куликов Двоем 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 Дави Быковский Передачу сделала Каштанова Железнов Двоем 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 Отбирай Дави 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 Отбирай И удается отобрать мяч Мородишвили Шаг Шаг Иди 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 Серпи Мога 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 Андрей Мога Трех Мога Лицом Лицом Мога Лицом Мога Лицом Мога Лево Выстрел 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 Давай Шаг Времени, ну, остается мало. Быковский. Хотя, в общем, вполне достаточно. Марадишвили. Вполне достаточно для того, чтобы провести еще атак несколько. Игнатьев. Куликов. Макеев. Длинная передача Макеева в расчете на рывок Игнатьева. Нет, неудачно. И Марадишвили никак не успевал вступить в отбор. Поэтому нужно сейчас возвращаться. Падение в штрафной локомотива. Но не будет даже углового в этом эпизоде. Хотя так отчаянно прокричал Егор Мосин. Сейчас в адрес арбитра много-много претензий. Марадишвили. Худяков. Вперед, как раз в ту зону, где находился Марадишвили. Я в роли комментатора из будущего выступил. Перехвачен мяч. Жизнов. Удар в дальний угол. Моментально. И, кстати говоря, по задумке очень неплохо. Но неточный удар у Юрия получился. И Пеняев в обороне отрабатывал. Но, видимо, Жизнов и почувствовал, что вот-вот его достанут. Продолжение следует. Подберезкин. Ждет мяч. Подберезкин. Нет. До него эту передачу не довел игрок, находящийся на просмотре. И положение вне игры. Безусловно, мыслей много. И они немножко пока не укладываются. Это касается и одной, и другой команды. Особенно Локомотива. Не укладываются в какую-то встроенную теорию. Потому что мы сегодня видели большое количество разных-разных-разных изменений в составах. Но так смотрелось неплохо. Может быть, немножко иногда безалаберно. Чуточку хаотично. Даже не чуточку. Не безупречно. Но матч так живым и оставался на протяжении всех 90 минут. Плут. Плут сделал передачу. И опять получилось здесь все-таки дальше у Буковского мяч протолкнуть. Блут. Спокойно. Здесь жесткое получилось единоборство. Главное, чтобы травму никто не получил. А 90 минут на самом деле истекли. При том, что второй тайм, я еще расскажу, что остановок практически не было. Ну, были забитые мячи. Макеев. Да, ничего не стал добавлять арбитр. Сразу же прозвучал свисток. Локомотив, уступая по ходу этого матча, Эрик Бекфалви забил единственный мяч в первом тайме. Локомотив отличился дважды. Нинахов и Пеняев отличились, соответственно, и принесли локомотиву победу в этом товарищеском матче в Дубае. Мы еще раз вам напоминаем, что можно на сайте локомотива покупать билеты на первый официальный матч локомотива в календарном этом году. Ну, и мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит с нашими клубами перед возобновлением сезона российской премьер-лиги. Продолжаем наблюдать. Смотрите ОКО, ну и смотрите футбол. Вместе с вами матч сегодня смотрел Владимир Стогниенко. Всего доброго. До свидания и удачи. Подождите, пожалуйста.